Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC, студии Телли Гусейн Задей. Вначале коротко о главном. Довести правду об армянском вандализме до мировой общественности. Участники конференции вдоль среднего коридора «Геополитика, безопасность и экономика» посетили город Агдам, полностью уничтоженный почти за 30 лет оккупации со стороны Армении. Баку всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявление или действие. Это заявление президента Ильхама Алиева, сделанное на конференции АДА, нашло отражение в турецких и испанских медиа. Выгодное географическое расположение Азербайджана позволяет ему эффективно использовать возобновляемый энергетический потенциал. Страна планирует превратить свою освобожденную от оккупации территорию в зону зеленой энергии и освоить имеющиеся в Карабахском регионе ресурсы. Сегодня президент Ильхам Алиев подписал ряд законов, в соответствии с которыми в палестинском городе Рамала будет создан офис представительства Азербайджана, а в израильском городе Тель-Авив посольство Азербайджанской республики. Согласно распоряжению Кабинета министров поручены решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности офиса представительства в Палестине и посольства в Израиле. Еще одним распоряжением главы государства открывается посольство Азербайджана в Албании, город Тирана. Также президент Азербайджана утвердил закон об учреждении постоянного представительства Азербайджана в отделении ООН в Кении и подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджана в городе Найроби. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили реализацию трехсторонних договоренностей с Арменией в ходе телефонного разговора. Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, следует из сообщения. Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации. В свою очередь, Тойва Клар заявила о намерении Европейского Союза продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Очередная армянская провокация. Благодаря бдительности азербайджанских подразделений перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, незаконно находящимся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Квадрокоптер совершал разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений в районе населенного пункта Ходжалинского района и в окрестностях Агдамского района. Обнаруженный объект был посажен специальным способом и перехвачен. Между тем, сегодня ночью подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Басар-Кичарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Дашкисанского района. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, также с перерывами подвергали обстрелу позиции национальной армии в Агдамском-Ходжавенском направлениях. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Выступление президента Азербайджана Ильхам Алиева на международной конференции вдоль среднего коридора «Геополитика, безопасность и экономика», состоявшейся 25 ноября в Университете Ада в Баку, широко освещено турецкими СМИ. Ведущие медиаструктуры, телеканалы, газеты Турции привели выдержки из речи азербайджанского лидера. Касаясь усилий Азербайджана, предпринимаемых войной мира после 44-дневной войны, СМИ братской страны отмечают, что президент Ильхам Алиев еще раз твердо заявил, что никто не может говорить с Азербайджаном на языке угроз. В этом контексте широкое место было отведено высказыванием главы государства относительно текущих провокаций Ирана против Азербайджана. Мы всегда отвечали и будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военное учение на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни. Секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они часть нашей нации. Также испаноязычная пресса, специализирующаяся в основном на новостях из Латинской Америки, опубликовали статью на тему отказа Азербайджана от встречи с представителями Армении в Брюсселе. В статье доводится до внимания, что президент Ильхам Алиев отказался от участия в запланированной на 7 декабря в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении, поскольку Никол Пашинян хотел, чтобы на ней присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что неконструктивная позиция армянского лидера стала причиной срыва мирного процесса, поскольку тот понимал, что Азербайджан не примет его предложение. Меньше чем через неделю после встречи в Праге, президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной Ассамблеи Франции, а затем попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией. Азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который полон обвинений, но у нас есть друзья не только в движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участие в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе. Состоялась поездка в Агдам участников международной конференции вдоль среднего коридора геополитика безопасности и экономика, прошедшей накануне в Баку. В состав делегации вошли руководители и представители ведущих мозговых центров мира. Международные эксперты побывали в крепости Шахбулак, построенной по поручению Панахали Хана, и которую после оккупации Агдама в 1993 году захватчики пытались арменизировать. Гостей ознакомились с разрушениями, которым подвергся город и вся территория района. На каждом шагу они увидели следы армянской оккупации и вандализма. Участники конференции также ознакомились с проводимыми в регионе работами по строительству и реконструкции. Одно смотреть эти вещи на веб-сайтах, на карточках, на каких-то снимках в газетах, а совсем другое увидеть своими глазами. Просто чувство другое. И, к сожалению, это чувство грусти. Все это могло не случиться, но, видим, история такая, что азербайджанский народ потерпел очень много потерь, очень много жертв, очень много слез пролились. Могло быть иначе. Я просто молюсь, чтобы быстрее подписали мирное споразумение, чтобы разум наделял, чтобы услышали азербайджанские идеи, эти принципы, которые президент Алиев хорошо формулировал совсем недавно. И что в конце концов все это закончится. ЮНЕСКО ЮНЕСКО страдает от нехватки средств, финансовой несостоятельности и внутренней коррупции. К такому выводу пришли сотрудники американского издания «Айнер Сити Экспресс». Журналисты ярко раскритиковали кадровую политику внутри ЮНЕСКО, отметив, что эта организация нередко подвергается коррупционным скандалам. Последний произошел как раз на этой неделе, когда в ходе экстренного совещания гендиректор ЮНЕСКО вместе с одним из постоянных представителей от Китая объявила, что организация может окончательно обанкротиться уже в этом декабре. И без немедленной выплаты регулярного взноса Китая ЮНЕСКО придется занимать деньги у частных банков, чтобы поддерживать свою деятельность. Также в статье приводится несколько случаев, когда руководство ЮНЕСКО попросту закрывало глаза на то, что часть средств переходила в личное пользование или вовсе оседала в карманах ее сотрудников. Речь идет о суммах в миллионы долларов. ЮНЕСКО призвано укреплять основы прочного мира в области образования, науки, культуры, в частности, путем включения в список всемирного наследия культурных и природных объектов. Однако в последние годы роль этой организации в этом процессе не так очевидна. После завершения войны в Карабахе ЮНЕСКО стала ареной дипломатических разногласий. Несмотря на международные признания Карабаха и семи прилегающих к нему районов, частью Азербайджана, эти территории находились под оккупацией вооруженных сил Армении на протяжении 30 лет, за которые армяне уничтожали все культурно-историческое наследие Азербайджана. Неоднократные призывы Азербайджана направить международную миссию для расследования фактов разрушения материально-культурного наследия на оккупированных территориях игнорировались международным сообществом в течение всех этих лет. И до сих пор ни одна миссия ЮНЕСКО не была направлена в Карабах из-за оппозиции со стороны Армении. У нас на прямой связи гость Юрий Лагунин, автор и ведущий канала «Голос Израиля» на Ютубе. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер, друзья. Всем большой привет из Израиля. Очень рада вас видеть. Юрий, ну вот вы знаете, что мечети, святыни и все другие исторические памятники, в большинстве побывавших под оккупацией, они, как говорится, были превращены в хлева, либо полностью разрушены армянскими оккупантами. То есть даже древние албанские храмы подверглись разрушению и вандализму. Вот разве такого рода преступление же это считается со стороны армянской, с армянской страны не является ли грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе и ГАГской конвенции, той же ЮНЕСКО в 1954 года и двух протоколов, а также конвенции 1970 года? Ну, наверное, стоит начать с того и задать простой вопрос. А судьи-то кто? Если вы посмотрите внимательно, где находится главный офис этой организации, он находится во Франции, то после тех резолюций, которые были в последнее время озвучены и выражены против как раз Азербайджана, говорит о том, что ЮНЕСКО давно политизированная организация. И если мы возьмем последние финансовые скандалы, то это лишь подчеркивает, что ЮНЕСКО уже, ну, с момента организования в 1945 году, уже не та организация, которая должна была своим примером развитием культуры, развитием обучения, образования и поддержки всего того, что необходимо, они уже давно себя, ну, скажем так, немножечко нигилировали как организация. Последние скандалы – это не какие-то отдельные истории, это как раз большая история, которая началась давно. И как раз вот то, что вы сказали о том, что в нарушении устава, который был в конвенции в 1950 году, как раз которая подразумевала никакой политики, а только культура. Мы конкретно на примере вот с Азербайджаном в Карабахе убедились, что политика зачастую для такой организации является более важным фактором. А последние скандалы, особенно финансовые, они говорят, что большинство институтов, международных, в том числе европейских, они, к сожалению, показывают тенденцию к самоуничтожению. И, например, Израиль однозначно относится к ЮНЕСКО критически и обвиняет зачастую ЮНЕСКО в перекраивании истории ради своих личных целей. В этом отношении, конечно же, здесь можно сказать, что Азербайджану нужно меньше слушать международной организации и больше заниматься своими проблемами, которые есть сегодня у всех. Я думаю, что ЮНЕСКО лишний раз доказало, что эта организация не заслуживает того уважения, которое требует к себе. И также, знаете, непонятно, почему относительно именно защиты культурного наследия эта организация, ЮНЕСКО, она встала именно на сторону оккупантов и применила вот такую практику двойных стандартов. То есть получается, что организация ставит одно культурное и религиозное наследие выше другого. Может быть, там та же организация боится каких-то, я не знаю, если вот оглашать это все и приглашать в той же миссию на территории, может быть, боится каких-то репутационных рисков, которые, может быть, с какой-то агрессивной кампанией в тех же социальных сетях, как вы думаете? Ну, медиа, конечно же, сегодня агрессия в медиа и попытки, скажем, наезжать на те или иные организации, которые не разделяют те или иные политические взгляды, безусловно, это существует. Но тут надо понимать, что тогда как можно говорить о неангажированности, как можно говорить об организации, которая должна нести определенные месседжи в общество, но этого не делает. Если мы говорим, что ЮНЕСКО прогнулась под некие политические системы, ну, значит, она должна перестать быть международной. Опять же, я подчеркиваю, обратите внимание, где находится главный офис этой организации. И все сегодняшние действия Франции, например, в отношении Азербайджана, они вызывают огромное количество вопросов у людей, которые, ну, скажем так, не являются сторонниками тех или иных действий Азербайджана. Просто люди спрашивают, чем занимается ЮНЕСКО. Если это не политика, занимайтесь теми вопросами, которые вам привяты. Если вы же сегодняшний день начинаете заниматься политикой, тогда не занимайтесь ЮНЕСКО. То есть в данном случае здесь понятно, если есть финансовые скандалы, если лидеры этой организации, особенно офис во Франции, погряз в коррупционных скандалах, в кумовстве, в устраивании своих каких-то там родственников, это судебные дела, это внутреннее разбирательство. Но мы же судим по факту, мы же судим по делам. А дела говорят о том, что где все действия связаны с культурой, образованием, защитой ценностей, то ли иной культурным, общество, государство, стороны, местности, мы этого не видим. Значит, опять же, мое личное мнение следующее. Меньше нужно смотреть на ЮНЕСКО и больше заниматься своими делами. Вот я это вижу так. Да, совершенно верно. Тем более, что организация, как мы поняли, абсолютно несерьезно относится к выполнению своей истинной миссии, это сохранению культурного наследия. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, на прямой своей сосуде подключался Юрий Лагунин, автор и ведущий канала «Голос Израиля» на YouTube-канале. Скончался известный советский следователь Владимир Калиниченко, расследовавший сумгаидские события. Он умер в возрасте 74 лет. Будучи старшим следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, Калиниченко занимался расследованием дела, связанного с событием в Сумгаиде в 1988 году. То есть речь идет о тщательно спланированной акции армянских националистов в Азербайджане. Владимир Калиниченко был направлен в Азербайджан на следующий день после начала беспорядков. Именно он вынес постановление об аресте армянина Эдуарда Григоряна. Участие Григоряна и других лиц армянской национальности в погромах было доказано многочисленными свидетельскими показаниями. Следствие под руководством Калиниченко выявило, что ранее трижды судимый Эдуард Григорян убил 6 человек. К слову, он был опознан армянской семьей. В своих интервью советский следователь подчеркивал объективную позицию азербайджанских коллег во время расследования сумгаидского дела. Он также неоднократно критиковал попытки Армении раздувать цифры и тиражировать легенды о несуществующих жертвах событий в Сумгаиде. Одной из главных причин конфликта следователь называл провокацией националистически настроенных армян и поддержку сепаратистских тенденций в руководстве Армении. Я увидел, как все это стало перерастать в какую-то взаимную ненависть, которую практически спровоцировали армяне. Что я не понимал, когда они захватили эти районы, которые никогда армянскими не были, я тогда сказал, ребята, если вы захватили вот эти семь районов, никогда в азербайджане с этим не смирятся. Никогда. То есть война неизбежна. Фонд Яшат, учрежденный по окончании Отечественной войны, продолжает покрывать расходы на лечение ветеранов и оказывать психологическую поддержку нуждающимся в ней участникам боевых действий. Всю необходимую помощь от него получил Эмин Эминов, ветеран Второй Карабахской войны. Фонд не только оплатил медицинские расходы ветерана войны, но и помог улучшить его бытовые условия. Не доезжая до Гадрута, мы заняли позицию на одной из высот. Противник обстреливал нашу позицию из минометов. Я получил ранение в правую руку. 14 октября меня отправили в госпиталь Физули, а затем в Ширван. Потом привезли в Баку, в главный клинический госпиталь вооруженных сил. Мое состояние ухудшалось, когда меня привезли сюда. Мне собирались ампутировать руку. Но в результате своевременного вмешательства врачей удалось предотвратить ампутацию. У меня было около 12 операций, 4 из них серьезные. После того, как мои раны зажили, я начал проходить реабилитационные процедуры. В научно-учебной лаборатории Азербайджанской государственной академии физического воспитания и спорта. Делегация из представителей агентства Азербайджана по разминированию секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Министерства иностранных дел приняла участие в 20-й встрече в рамках Конвенции о запрещении применения резервирования производства и транспортировки противопехотных мин и об их уничтожении, которая проходила с 21 по 25 ноября в Женеве. На встрече члены делегации представили позицию Азербайджана, проинформировали о минной проблеме, с которой сталкивается страна, проводимой правительством широкомасштабной деятельности по разминированию, восстановительных работах для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Было подчеркнуто, что мины создают препятствия для мира и безопасности в регионе. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне открыла новые горизонты сотрудничества в регионе, центры внимания, восстановления экономических и коммуникационных связей. Эти вопросы были затронуты на трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау. Глава внешнеполитического ведомства Турецкой республики Мевручаву Шоглу отметил стратегическую значимость Зангизурского коридора для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что новые реалии Южного Кавказа внесут свой вклад в упрощение транспортировки грузов. Такие проекты, как «Железная дорога», «Баку-Тбилиси-Карс», «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Танап» носят стратегический характер. Я вновь подчеркну, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации создало новые возможности в регионе. Был открыт международный аэропорт Физули, который связал Карабах со всем миром. В ходе саммита организации тюркских государств мы также предприняли шаги для развития сотрудничества по этим вопросам. В ходе обсуждения особое внимание было уделено развитию транскаспийского международного транспортного маршрута и грузоперевозок в этом направлении. Подчеркнуто, что срединный транспортный территорий является одной из важных платформ для дальнейшего расширения партнерства между странами с высоким уровнем братских отношений. В «Октаву» подписана дорожная карта на 2022-2027 годы по развитию эксплуатации этого маршрута. Объем перевозок грузов по срединному транспортному коридору по итогам текущего года в шесть раз превысит показатели 2021 года. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, нашим странам важно устранить преграды на пути торговли и сообщения. На сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире транспортируются именно между Асией и Европой, тогда как средний транспортный коридор остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок. Проводимая Азербайджаном сбалансированная политика, установление новых двусторонних и многосторонних отношений с основными актерами мировой политической арены, создают все условия для отстаивания интересов страны на международной арене, считают эксперты. Одним из главных принципов внешней политики Азербайджана является многовекторность. Успехи дипломатии, укрепление международных позиций являются результатом внешнеполитического курса верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева. Многорегиональная политика включает в себя формирование партнерских отношений в различных географических регионах в соответствии с интересами Азербайджана и определяет новые цели, охватывающие политические, экономические, гуманитарные и военные области, уверены эксперты. Многорегиональная политика Азербайджана включает в себя формирование партнерских отношений в различных географических регионах в соответствии с интересами Азербайджана и определяет новые цели, охватывающие политическую, военную, экономическую и гуманитарную область. Отношения Азербайджана Европейского Союза, отношения Азербайджана Шанкарская Организация Сотрудничества, а также движение неприсоединения членов, которого являемся наша страна, Организация Черноморского Экономического Сотрудничества, Организация Турческих Государств, Организация Исламских Государств, Организация Экономического Сотрудничества, ГУАН, Парламентская ассамблея Совета Европы, СНГ и другие. Результаты многовекторной политики Азербайджана заметны и в отношении к стране основных игроков региональной мировой политической арены. Азербайджан имеет непререкаемый авторитет на международной арене, что позволяет стране пресекать провокации со стороны недружественных государств. Несмотря на все усилия Армении, на прошедшем в Армении последнем заседании организации договора коллективной безопасности, не удалось принять то или иное решение против Азербайджана. Азербайджан поддерживает дружеские отношения и отношения сотрудничества с большинством членов известных институтов. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан может сказывать свое мнение в тех организациях, которым членом она не является. Анкара и Исламабад развивают сотрудничество в области обороны. Президент Турции, находящийся с визитом в Турецкой республике премьер-министр Пакистана, торжественно спустили на воду новый корабль для ВМС Пакистана. Стороны подчеркнули, что вместе строят прочное партнерство в области безопасности на основе глубоких исторических и культурных связей. В ходе переговоров также были обсуждены вопросы развития трехстороннего сотрудничества в формате Баку-Анкара-Исламабад. Трехстороннее сотрудничество Анкары с Исламабадом и Баку стремительно развивается. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тейпер Дуган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахпазом Шарифом. Стороны обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам в ходе визита Шахпаза Шарифа в Турецкую республику. В центре внимания совместные проекты, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Асии. Объём товара оборота между двумя странами достиг 1 миллиарда долларов и продолжает расти. У нас есть необходимая политическая воля и решимость достичь цели по доведению объёма нашей торговли до 5 миллиардов долларов. Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, подчёркнута необходимость установления мира и стабильности. Помощь Афганистану имеет важное значение с точки зрения общих угроз и рисков, заявил президент Турции. Анкара и Исламабад продолжат совместные усилия, чтобы устранить последствия гуманитарного кризиса, с которым столкнулся афганский народ. Мы также подтверждаем поддержку борьбы Пакистана с терроризмом. Мы всегда считали боль Пакистана нашей болью, его радость нашей радостью, а его успехи нашими успехами. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шахпас Шариф предложил расширить китайско-пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции. Это откроет для сторон прекрасные возможности, заявил премьер. Китай и Пакистан – большие друзья, и мы пользуемся преимуществами китайско-пакистанского экономического коридора в рамках инициативы председателя КНР Си Цзинпиня «Один пояс, один путь». Я бы предложил, чтобы это было сотрудничество между Китаем, Пакистаном и Турцией. Такое взаимодействие между тремя странами принесет процветание и прогресс всему региону. Совместные проекты, отметил премьер-министр Пакистана, помогут сократить уровень бедности и безработицы и будут способствовать развитию образования. Шахпас Шариф также выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного 13 ноября в Стамбуле. Азербайджан, богатый запасами нефти и природного газа, наряду с использованием традиционных энергетических ресурсов, делает крупные инвестиционные вложения по проектам в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии. Выгодное географическое расположение Азербайджана позволяет эффективно использовать возобновляемый энергопотенциал страны. Одной из главных задач является развитие данного сектора, в частности, на освобожденных территориях. Из-за усиливающегося климатического кризиса в мире растет необходимость скорейшего отказа от ископаемого топлива и перехода на альтернативную энергетику. Азербайджан располагает огромным потенциалом зеленой энергетики, и в последние годы страна все активнее развивает использование возобновляемых источников энергии. Сегодня по всей территории республики реализуются масштабные проекты в сфере альтернативной энергетики, в том числе с участием иностранного капитала. Альтернативные источники энергии выгодны для Азербайджана как экономически, так и в технических планах. Станции, которые сейчас строятся с солнечной панели, то есть имеется в виду, эти станции строятся таким образом, что поставка энергии к конечному потребителю происходит без потерь. То есть при этом потребитель может продавать излишки энергии, а недостающий объем покупать из той же энергосистемы. После полного внедрения этих станций в общую систему энергетики страны, население будет получать из этих станций более качественную энергию, чем из других. Стартным процессом создания крупных проектов в сфере Виа в Азербайджане стал проект строительства ветроэлектростанции мощностью 240 мегаватт. Для этого правительством в декабре 2020 года подписано соглашение с компанией Аквапауэр из Саудовской Аравии. Инвестиции по проекту составят 300 миллионов долларов США. Также весной этого года был заложен фундамент Городакской солнечной электростанции. Проект инвестиционной стоимости 225 миллионов долларов реализуется силами компании МАЗДАР из Объединенных Арабских Эмиратов. То, что на данный момент является пристальным вниманием руководства страны. В марте текущего года мы поняли, что состоялась церемония закладки фундамента Городакской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, который будет сооружен компанией МАЗДАР из Аравских Эмиратов. И в этом плане Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии зеленой энергетики, так как у страны имеется огромный потенциал. На завершившейся недавно 27-й конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата ООН было отмечено, что до 2030 года долю альтернативных источников энергии в Азербайджане планируется увеличить с нынешних 17% до 30%. Для реализации этой задачи в стране принимаются необходимые шаги по совершенствованию правового поля. Нужно подчеркнуть факт, что страна, то есть Азербайджан еще приняла базовый закон в рамках реализации важной задачи, то есть довести долю возобновляемых источников энергии до 24% и в общем производстве энергии к 2024 году. А уже к 2030 году была поставлена задача достичь доли в 30%. Сегодня актуальными остаются вопросы зеленой энергетики и зеленого финансирования, причем зеленое финансирование является тем драйвером и основой для развития зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии. Каждая страна сейчас по-своему пытается развивать это направление и Азербайджан не является исключением. В Азербайджане прекрасно понимают все преимущества развития ВИА и предпринимают хорошие усилия для того, чтобы развивать это направление. Азербайджан планирует превратить освобожденные от оккупации территории в зоны зеленой энергии и освоить имеющиеся в Карабахском легионе ресурсы. Для этого в качестве консультанта привлечена японская компания ТЭПСКО. Ее специалистам предстоит подготовить создание зоны зеленой энергии, куда планируется привлечь зарубежных инвесторов самыми современными технологиями в сфере ВИА. Азербайджан является одной из стран богатых ВИА. У нее очень много ресурсов и возможностей, как природных, так и финансовых. Их стоит отметить, что большой потенциал приходится на Карабах, где можно развивать зеленую энергетику. Там имеется хороший суммарный потенциал солнечной и ветровой энергии. И также в этом регионе формируется большая часть водных ресурсов, где можно развивать гидроэнергетику. Развитие этого направления энергетической отрасли нарастит инвестиционный потенциал Азербайджана и одновременно сформирует предпосылки для существенного снижения зависимости экономики от нефтегазовых ресурсов. И благодаря принимаемым для развития альтернативных источников энергии мерам уже в скором будущем ожидается успешное освоение энергетического потенциала страны в области зеленой энергии. Нармина Ханбабаева, Си-Би-Си. В Армении, что ни день, то митинги. Сотни человек ежедневно выходят на акции протеста в Ереване. Свои требования выдвигают и лица, незаконно переселенные в Карабахский регион Азербайджана в 90-х годах. Все подробности у моего коллеги Шамистана Мамедова. Волна недовольства жителей Армении усилилась после позорного поражения армянской армии во Второй Карабахской войне. К протестующим присоединились лица, годами незаконно проживавшие на азербайджанских территориях. Они были возвращены в Армению из Карабаха и прилегающих районов. В этот раз перед зданием армянского правительства провели демонстрацию лица, незаконно проживавшие в Лачине. Их не устраивает размер выплат на покупку новых квартир, теперь уже в самой Армении. Речь идет о компенсации в 10 миллионов драмов, то есть 25 тысяч долларов. Такую сумму им обещали выдать власти страны. Правда, обещанных сертификатов пока получили единицы. Протестующие считают, что за такие деньги в Армении приобрести жилье невозможно. Годы незаконного проживания на чужих землях требуют большей компенсации, жалуются участники акции. Мы собрались здесь, чтобы решить наши вопросы. В 1994 году меня заселили в Лачин, построили там дом. Но сегодня приходится жить на съемной квартире. Разве можно жить на те копейки, которые дает нам правительство? Многие из них не имеют работы. Я до сих пор даже не получил сертификат. А те, кто получил, не могут купить квартиру, потому что банки не выделяют им эти деньги. Получается, что этот сертификат – всего лишь жалкая бумажка. Если власти не хотят заботиться о нас, мы покинем Армению. Лучше жить среди чужих народов, чем в этой стране. Пусть дадут нам эти 10 миллионов драмов. Почему не дают? У меня одно желание – иметь свой маленький домик. И если я умру, хочу умереть в своем собственном доме. С 1996 года я жила в Лачине. Вся наша жизнь прошла там. Но пришлось уехать оттуда. Как мне купить квартиру, когда я получаю всего 30 тысяч драмов? Власти думают, что если мы получим эти деньги, то покинем страну. Тогда пусть сами покупают для нас дома. Но они и этого не хотят делать. У нас большая семья. Сколько можно жить на съемной квартире? Нас, как собак, привязали к дверям банка. А банки не выдают нам эти несчастные деньги. Власти просто обманывают нас. Это хитрая махинация с их стороны против несчастных людей. Пусть дадут нам статус беженца, и мы уедем из страны. Лица, незаконно проживавшие на азербайджанских территориях в период армянской оккупации, требуют от правительства Армении изучить текущие рыночные цены на жилье и увеличить сумму, предназначенную для покупки квартир. Однако власти не горят желанием выслушивать их жалобы. По этой причине незаконные переселенцы устроили еще одну акцию протеста теперь уже перед зданием представительства ООН в Армении. Там армяне просили выдать им статус беженцев. Демонстранты получили отказ, ведь под эту категорию они не подходят. Они и сами признаются, что были переселены на территории Азербайджана незаконно после Первой Карабахской войны. Во время войны мы до конца верили, что победим. Верили нашим властям. Но они обманули нас. Мы проиграли. Не знаю, подпишет ли Никол Пашинян мирный договор с Азербайджаном или нет, но пусть делает все возможное, чтобы армянский народ жил хорошо. За 10 миллионов драмов можно только маленький туалет купить здесь. Больше ничего. Только за 35 миллионов можно приобрести какой-то домик. И то в селах. А мы туда не хотим. Город Лачин, в котором незаконно жили ныне протестующие армяне, был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Более 60 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель. В годы оккупации армянские власти незаконно заселили на территории города этнических армян, причем не только из Армении, но и из Ливана, Сирии и так далее. 1 декабря 2020 года Лачинский район был освобожден от армянской оккупации и перешел под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Согласно тому же документу, 26 августа этого года под контроль азербайджанской армии полностью вернулся город Лачин, а также с села Забух и Сос. Армяне, незаконно поселившиеся там, покинули территорию. Пусть власти за эти 10 миллионов драмов купят для меня дом со всеми удобствами и мебелью. Тогда я с удовольствием буду жить там. Вы говорите, власти хотят отправить нас жить в приграниченных с Азербайджаном районах. Почему они своих детей не отправляют туда? Стыдно им должно быть. Сколько можно обманывать нас? У меня 8 детей, живем на съемной квартире. Требую, чтобы Никол вернул нас обратно в Лачин, иначе ему будет очень плохо. Сколько еще должна жить в чужом доме? Власти нам дают какие-то 10 миллионов драмов. Для этого нужно минимум 20 миллионов, понимаете? Если не сделает, принесу своих детей и оставлю их перед домом правительства. Если с ними что-то случится, Никол ответит за это. К слову, армянские незаконные переселенцы воспользовались отведенным Азербайджаном дополнительным временем и без спешки покинули Лачин. Ушли армяне с азербайджанских территорий с таким же варварством, с которым вторглись на эти земли, сжигая и разрушая все. По факту совершения поджогов, Янпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел. Армения должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Азербайджану. Украина и Россия произвели очередной обмен пленными. Украинской стороне вернули 12 человек, из которых 9 военнослужащих и 3 гражданских лица. Об этом сообщил на телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Между тем, Минобороны России сообщило, что по итогам переговорного процесса удалось вернуть 9 российских военных. Напомним, предыдущий обмен военнопленными состоялся два дня назад, 24 ноября. В результате каждой из сторон были возвращены 35 военнослужащих. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Польша Матео Шмаровецкий и Литвы Ингриды Шамониты подписали договор, в котором подтвердили необходимость усиления помощи Киеву. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Твиттер. На встрече, проведенной в формате Люблинского треугольника, была достигнута договоренность об увеличении объема военной и финансовой помощи, а также проведены обсуждения по дальнейшей активизации обсуждений вопроса по вступлению Украины в НАТО и ЕС. Отметим, Люблинский треугольник – трехсторонний альянс Литвы, Польша и Украины. Он был создан в 2020 году по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел трех стран в рамках программы развития взаимного сотрудничества. В иранском городе Исфахан бастуют 4000 рабочих сталелитейного завода. Соответствующую информацию распространил телеграм-канал Азат Иран. Погрузочные линии были нарушены, вагоны не разгружены, краны перекрыты. К забастовке также присоединились и водители. В Астане состояла церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым Жамарта Такаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 20 ноября. Казахстан будет стремиться развивать разностороннее сотрудничество с США, ЕС, странами Азии, Ближнего Востока и Кавказа, а также со всеми заинтересованными сторонами, заявил Такаев на церемонии инаугурации. Он ответил, что Казахстан по-прежнему привержен современному международному праву и уставу ООН. Срок полномочий Такаева на посту президента Казахстана составит 7 лет, после чего он уже не сможет избираться на пост главы государства. 17 сентября лидер республики подписал закон о внесении поправок в Конституцию, ограничивающих период нахождения в должности президента семью годами без права переизбрания. Как минимум 8 человек погибли на острове Иске в Италии в результате оползня, вызванного наводнения. Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Матеус Сальвини сообщил, что спасательные службы ведут поиски пропавших в безвести, среди которых есть новорожденный ребенок. Грязевые потоки затопили городские улицы, повредили десятки автомобилей. По последним данным, на итальянском острове выпало около 120 миллиметров осадков. На месте ЧП работают пожарные сотрудники службы гражданской обороны. Ранее итальянские власти объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей и гроз в четырех областях – Компании, Мализии, Лацио и на Сицилии. Еще в 11 регионах объявлен желтый уровень. Китайские власти за минувшие сутки выявили в стране свыше 35 тысяч новых случаев заражения коронавируса. Таким образом, третий день подряд фиксируются антирекорды. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики. Нынешний рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43% выше, чем неделю назад. И в 25 раз превышает показатели от 26 октября. Более 91% заразившихся в Китае, находящихся сейчас под присмотром медиков – это бессимптомные носители. За прошлые сутки, как отмечается, в стране не было летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии в Китае в результате коронавируса умерли свыше 5 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok В мире с каждым днем растет число случаев применения огнестрельного оружия по отношению к мирным жителям. Причем зачастую инциденты носят масштабный характер. Преступники преднамеренно выбирают места массового скопления людей – торговые центры, ночные клубы или учебные заведения. Что же служит увеличением числа убийств, лояльность законов, разрешающих свободное ношение оружия или же контрабанда? Подробнее в следующем сюжете. 24 мая в небольшом техасском городе Ювальди 18-летний Сальвадор Рамос, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл стрельбу в местной школе и ее окрестностях. В результате 22 человека, включая самого Рамоса, погибли, 18 получили ранения. Это третий по количеству жертв школьный шутинг в американской истории. Всего за 10 дней до случившегося в Ювальде 14 мая Пейтон Гендерен убил 10 человек в супермаркете Бафало. Стрелок также был вооружен легально купленной штурмовой винтовкой. После этих событий президент США Джо Байден подписал законопроект об оружейной реформе, который предусматривает усиление проверок личных данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности в школах. И хотя это крупнейшее изменение оружейного законодательства за последние 28 лет, сторонники президента левых взглядов считают, что этих мер все еще недостаточно. Особенно на фоне недавнего решения Верховного суда США, который отменил очередное ограничение на ношение оружия. За первое полугодие нынешнего года в США произошло 214 случаев открытия огня по мирным людям. Рекордный показатель массовых убийств – 691 случаев – был зарегистрирован в 2021 году. В тех штатах, в которых более либеральное демократическое управление, как Массачусетс, например, существует свое ограничение, более серьезное, чем в Южных Штатах, где вообще продажа оружия не имеет практически никаких ограничений. Что мы можем сказать по этому поводу? На сегодняшний день в Америке на руках у населения 250 миллионов единиц огнестрельного оружия. 250 миллионов, то есть это громадное число. И в Америке самое сильное лобби, самое мощное, самое эффективное – это лобби за право носить оружие. То есть вот я 40 лет уже знаком с американской политикой, и все 40 лет мы наблюдаем тенденцию стороны демократов ограничить ношение оружия, ограничить право граждан на ношение оружия, и каждый раз эта тема всплывает после того, как происходит какой-то инцидент. США по числу единиц оружия на душу населения твердо занимает первое место в мире. В Европе по этому параметру лидирует Швейцария и Финляндия. В странах, где ношение оружия считается нелегальным, всплывает проблема его контрабанды. В этом году Еврокомиссия выступила с предложением обновить правила ЕС в отношении импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия для гражданского пользования. В опубликованном комьюнике Европейской комиссии сообщается, что до 35 миллионов единиц огнестрельного оружия незаконно находятся в руках гражданских лиц в Евросоюзе. Около 630 тысяч числятся в шенгенской информационной системе, украденными или утерянными. Оружие, приобретенное незаконным путем, применяется против мирных жителей. В Европе все намного жестче. Можно ли сказать, что это способствует снижению уровня преступности в Европе? Мы в этом не можем быть уверены совсем. Но причины, они же не только связаны с ношением оружия как таковым, при том наплыве мигрантов в Европу, что способствует и социальным, и проблемам также культурным, цивилизационным в немалой степени. Когда возникают такие очаги напряженности, то достать оружие можно в любой стране. Европа ограничивает, успешно ли это. Мы не можем сказать, что европейские страны справляются с проблемой преступности. При этом, как считают психологи, массовые убийцы зачастую находят своих подражателей. Наблюдается случай, когда за одним инцидентом стрельбы в общественном месте вскоре следует новый, похожий на предыдущий. И это не совпадение, утверждают эксперты. Одним из факторов того, что почему сейчас это идет в массовость, заключается еще в том, что, к большому сожалению, СМИ, интернет и так далее, очень часто непроизвольно рекламируют таких людей. То есть, не это является как бы антигероем. Но частое их использование, частое их употребление имени, потом рассказы о них, у людей, у которых и так есть проблемы. Это с психологической точки зрения, к такому состоянию обычно склонны люди, которые страдают паранайонной, шизофренией, нарциссизмом, глубокой депрессией. То есть, эти люди в прямом смысле слова нечего терять. И вот они, прочитав о тех или других героях, они отождествляют себя с этими героями и думают, а почему бы им это не сделать? Тут есть некоторые факторы. Например, есть национального толка, религиозного толка. Например, в некоторых странах мы видим, что когда они мотивируют чем-то, то есть это они сам от себя оправдание находят. А убийство массового толка, у них нужно заключаться в том, что там нет мотивации. Там нет мотивации. Хотя эти люди могут готовиться к этому акту неделями, месяцами и даже годами. То есть, это не состояние аффекта, это продуманный шаг. Статистика показывает, что запреты на ношение оружия гражданскими лицами часто не только не снижают количество тяжких преступлений, но и ведут к их росту. Так, из 28 государств, где на 100 жителей приходится более 20 единиц оружия, только в двух – Панаме и Уругвайе – совершается больше пяти убийств на 100 тысяч человек каждый год. А в 24 странах этот показатель не дотягивает и до трех. Бразилия, в свою очередь, не лидирует по количеству оружия среди своих граждан, зато является одним из явных лидеров по числу убийств – 25 на 100 тысяч жителей в год. Йемен, второй по вооруженности регион мира после США, крайне благополучен в криминальном отношении и имеет в среднем три совершенных убийства на 100 тысяч человек ежегодно. Учитывая эти факты, вопрос о том, в какой мере законы на свободное ношение оружия влияют на увеличение преступности, до сих пор остается неразрешенным. К этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин